Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова и обзор каталога Арифлейм номер 6. Это потрясающий каталог, очень весенний и летний. Он наполнен новинками, специальными предложениями и, конечно же, потрясающими аксессуарами, которые позволят нам с вами в преддверии вот этой красоты весны, солнца и жары выглядеть просто оборожительно и потрясающе. Итак, приступим. С самого начала каталог поражает нас сенсационной серией Eco Beauty в обновленном дизайне. И серия полная, это очень радует, потому что до этого была серия Eco Beauty стояла только из трех продуктов. Сейчас же это очищающее молочко, тоник освежающий. Обратите внимание, что в каждом средстве свой компонент активный, не как обычно в сериях. То есть у нас в очищении это василек. Здесь у нас уже цветок шиповника присутствует. Есть также у нас крем для глаз, но он не представлен, крем для лица и потрясающее масло. Очень шикарное масло. Сегодня я уже опробовала эту серию, могу передать свои ощущения. Вы знаете, она, возможно, подойдет не каждому, потому что у серии есть такой, знаете, натуральный аромат. То есть если вы привыкли к каким-то отдушкам, к чему-то более легкому, то, возможно, вам это не подойдет. Но эта серия потрясающе подойдет людям, вегетарианцам, веганам и сыроедам. Потому что, ну, это просто стопроцентная натуральность. Расскажу про свои ощущения. Мне понравилось все. То есть я так переживала, пойдет ли мне эта серия или нет. Очень понравилось. Особенно я хочу рассказать про масло. Масло великолепно впиталось. То есть его рекомендуется использовать как ночное средство. Оно так классно впиталось в кожу. Не осталось никакого маслянистого остатка, эффекта жирного. Я в восторге. Я также на руку себе нанесла. Но вот кожа просто задышала. Такое волшебство и блаженство. Я, конечно же, рекомендую потестировать сначала, прежде чем приобрести эту серию. Вот у меня полный восторг. И в продолжении ухода за лицом и телом будет актуально рассказать сейчас про борьбу с нежелательной растительностью. С нежелательными волосками. У нас вышел новый крем. Как положено. Крем и лопаточка, чтобы удалить ненужные волоски. В прошлом году был немножко другой крем. Сейчас посмотрим, что с этим. Пока запечатанный. Я хочу аромат его оценить. Практически без запаха. То есть такой нейтральный аромат. Большой флакон. Как его использовать? Нужно нести просто на чистую кожу. На поверхность, где нужно удалить волоски. Поддержать буквально 5-10 минут. И удалить вот этой лопаточкой. То есть аккуратненько все это сошрепить. Ну и, естественно, помыть. Тщательно помыть кожу. И специальный гель для бритья, для женщин. Гель, как всегда, в красивом дизайне. Необходимая такая деталь в нашем уходе за собой. И приятно то, что он снижает степень раздражения. То есть он и ухаживает, и увлажняет кожу. И не будет так раздражаться. В ближайшем времени у нас появится потрясающая новинка. Это бальзам для интимных зон. Очень долгожданная новинка. Не терпится попробовать. Сейчас оценим аромат и капельку. Посмотрим консистенцию. Видите, очень густой и плотный крем. Без запаха. То есть практически никакого аромата нет. Я даже много выдавила. Ну и как бальзам. Оно просто исчез и все. И просто. И все. Все прекрасно. Так, какие-то же новиночки у нас. Это для мужчин. Роскошное средство для умывания. Два в одном. И тонизирующий гель для лица. То есть для умывания и тонизирующий. Для наших мужчин. В очень красивом дизайне. Тонизирующий гель с дозатором. Да, с специальной помпой. Можно тоже попробовать. Интересно, как это будет выглядеть. Ну вот он прям гель-геймера. Такая капелька. Очень мужественный аромат. Очень легкий. У меня вся в гелях. Очень приятный аромат. Быстро-быстро впитался. Хотя я нанесла на такую зону. Руки. Ну и приятно, что о мальчиках наших думают. По поводу того, что у нас начинается пляжный сезон. И активизируется солнышко. И уже, конечно же, начинаются такие мысли, чтобы выехать на пляж, загорать, отдыхать. В первую очередь, о чем мы должны помнить, это о безопасности. Потому что солнце очень агрессивное и провоцирует вероятность заболевания раком. Если вы будете пользоваться официальными солнцезащитными средствами, то вы избежите этой опасности и позволите своей коже быть не просто красивой, получить бронзовый, мягкий, такой ровный загар. Но вы будете спокойны, что вы не наносите вреда своей коже. У нас вышла новинка. И это потрясающая новость. SPF 50. Это самый высокий фактор защиты. Что мне понравилось в этом средстве, что это спрей. Я очень люблю спрей. То есть вам нужно будет его хорошенько взболтыхать и распределить по коже. И потом растереть просто ручками. Что в нем привлекательное? То, что оно не липкое. То есть вы потом ляжете на плен, на какое-то покрывало специальное. Или плюхнетесь в песок, и потом песок не будет прилипать к коже. Вот это очень важный момент. Средство водостойкое. Но, тем не менее, рекомендуется после купания освежать хотя бы самые выпуклые места. Грудь, плечи, колени. Ну, что у вас выпуклое, то и освежить. Немножечко нанести средство. Очень не терпится быстрее на пляж отправиться. Думаю, мы сделаем это вместе. Да, так полетим. Скоро мы полетим. Сейчас мы переходим с вами к макияжу. Потому что летний макияж, он как бы просится быть каким-то ярким, выразительным и таким необыкновенным. И нам с вами помогут две дерзкие новинки. Просто дерзкие. Объясню сейчас почему. Вы сами это поймете. У меня такой восторг. Я их сразу так вместе покажу вам. Это две потрясающие туши. Яково-сельковый цвет и ярко-зеленый. Очень яркие. Если вы боитесь, что будет слишком как бы необычно или дерзко, вы можете наносить яркую тушь только на нижние реснички. То есть верхние, как обычно, делаете черным. А внизу по цвет вашего одеяния, да, под гардероб, или синюю, или зеленую. Туши очень классные, с силиконовыми кисточками. Я уже по своей практике знаю, что они делают макияж таким, знаете, неординарным. Потому что это привлекает очень здоровое внимание. У нас вышли три новинки. Это тени мусс для век. Три цвета. Один цвет такой шоколадный, какой-то кофейный. Вот прям шоколадик. Один цвет более насыщенный. Он как бы глубокий фиолетовый, глубокий сиреневый, я бы так его назвала. И один цвет потрясающий золотистый. Как можно использовать эти муссы? Как отдельно просто нанести на века и оставить? Они моментально распределяются. Самое главное, что они не будут собираться в складочках века. И их можно использовать как основу под сухие тени. То есть вы можете нанести, например, этот светлый оттенок. Я вам покажу, как он прекрасно лежит. Вот тут же на руке у меня рука такая, как экспериментальная палитра. То есть это легкий-легкий золотистый оттенок. Можно просто оставить один только слой или два слоя, сделать, чтобы было поэффектней. Также можно поиграть с сухими тенями. Они прекрасно зафиксируются. И макияж получится такой как бы с подсветкой изнутри. И будет более насыщенный цвет. Это вам такие маленькие секретики. Дарья, у нас очень много вышло новинок в плане аксессуаров. И вот вы видите на мне одну из коллекций. Это колечко. Очень оригинально сделано само кольцо. Вот я вам покажу по форме. С одной стороны жемчужинка, с другой стороны кристаллы. Такого глубокого, темно-синего или даже черного цвета. Трудно определить. Как она оригинально смотрится на руке. Очень комфортно. Оно не мешает. Для меня важно, чтобы украшения бижутерия были как продолжением тела. Чтобы они не напрягали. Так вот это кольцо очень легкое и эффектное. Очень эффектно смотрится на руке. Такие же серьги оригинальные. Вы видите на мне, это одна жемчужина. Можно менять. Можно в одну ушко ставить жемчужинку, в другую повесить вот эту дугу. Следующее украшение такие необычные серьги. Посмотрите, такие огромные полусферы. И страз. Его можно носить отдельно. А можно снять вот этот специальный фиксатор. И в самой сфере уже есть фиксатор. То есть вы вставляете просто в ушко, получается с этой стороны стразик. Сзади у вас будет вести такая необычная сфера. Ну, очень оригинально. Следующая новинка, это такой оригинальный браслет на магнитике. Очень красивая пряжка. Она золотая, прекрасно фиксируется. И сам браслет, он металлический. Но настолько тонкое плетение. Такое оригинальное и красивый окрас. То есть от ярко-кораллового он переходит в светло-бежевый. Очень красивый браслет для лета. В эту же тему у нас идет такой прекрасный палантин Парео. Тоже в коралловых цветах. Его можно завязывать как топ. Ведь здесь есть отверстие. Можно как палантинчик носить. То есть вообще очень оригинальная вещичка. И теми коралловая сумочка. Обратите внимание, ее размеры, если я приложу каталог, вот так вот, то практически она размером с каталог. То есть при желании каталог можно вот таким образом туда поместить. Сумочка у нас на магнитной застежке. Спереди тканевая основа, по бокам и вся остальная часть под кожу. Оригинальная пряжка. Внутри, как обычно, просто одно отделение и кармашек на молнии. И что мне понравилось, она на цепочке. То есть это очень прикольно. На цепочке кинули на плечо. И такой красивый летний аксессуар. Есть также наш шарфик с пайетками. Очень красивый переход цветов от серых до розовых. Я вот его накину на себя. Пробовали уже, и с кожаной вещью, и с блузкой, и на платье, и на однотонную вещь. То есть вот так вы можете его накинуть. С курточкой, с рубашечкой. Будет вот так вот красиво просто смотреться. Можно его как-то обкрутить. Но имейте в виду пайетки. Они немножко цепляются за мою косичку. И в этой же гамме цветовой новый набор просто красоты неописуемый. Он намного больше мне понравился, чем в каталоге. То есть это такие оригинальные серьги. Как будто бы они накидываются на такие вот длинные фиксаторы. Такие сережечки. Браслет. Что классно в этом браслете. То, что вот вы его одели. Ну, вот у меня ручка худенькая. Он мне, конечно, чуть-чуть великоват будет. Но все равно он не будет перекручиваться. То есть он не будет падать. То одной стороной, то другой. Ну, а жерелье это просто что-то. Сейчас я приложу его к себе на шею. Ну, просто посмотрите, как это будет смотреться. Смотрите. Очень круто. Просто очень круто, очень нежно, очень красиво. Выглядит как будто это камешки. Все переливается. Такая огранка оригинальная, что это выглядит, как будто это дорогое ювелирное украшение. Я себе обязательно выпишу. Хотя, когда смотрела в каталоге, не собиралась делать покупку. И в эту же тему у нас идет такое оригинальное двухстороннее зеркальце. С одной стороны золотой, с другой такой розово-коралловая, очень красивая вещичка. То есть прям прелесть. И для лета, для того, чтобы вы в любых босоножках себя чувствовали комфортно, у нас есть такие силиконовые стельки. Вы их просто освобождаете. Ну, тут они в целлофанчике. Отсоединяете от целлофанчика. Крепите к подошве, к внутренней части, да, где у нас должна быть ступня. И потом у нас лапка не будет скользить. То есть вы встали, зафиксировались и вперед ножка уезжать не будет. Уже раньше у нас были в фирме такие стельки. Я ими пользовалась. Это очень удобно. Вообще просто фантастика. Такая палочка-ворачалочка нам на лето. И еще одна новинка, заключение. Это супер-мега сумка. Просто потрясающий дизайн. Посмотрите, как сделана ручка под зменную кожу в серо-черных оттенках. Вставка. Обратите внимание, что она уходит глубоко. Такая дизайнерская вещь. Желто-черная, да, такая агрессивная расцветка. С одной стороны это белая с черными мазками, как будто художник поработал. А с другой стороны это черная с белым. Посмотрите, две комбинации. То есть если вы одеты светлым, мы носим сумку этой стороной. Если мы одеты в темное, то сумку носим черной стороной. Очень оригинально сделана внутренняя часть. То есть здесь у нас два кармана получается по бокам, которые фиксируются на клепку. И посередине у нас идет самое основное отделение на молнии. И внутри еще также есть кармашки и карман на молнии. Очень оригинальная сумка, удобная, практичная, необычная. То есть вот все, что, все прилагательные, какие у меня есть, я могу к ней применить. Я, конечно же, себе такую сумку уже выписала. Вот такая у нас оригинальная сумка. Обязательно себя побалуйте. На этом обзор новинок наш закончился. Каталог номер 6. Я вам желаю классных, вкусных покупок. Быть красивыми, сияющими, радостными, позитивными. И вместе с продукцией компании Reflame это возможно. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!